Помните, как наши бабушки и прабабушки штопали носки? Способ подходит не только для драных пяток, но и для того, чтобы мы с вами убрали протяжки, которые мешают. Проштопываем, то есть мы прошиваем вверх-вниз, захватывая полотно нашей протяжки. И все, несколько раз мы должны пройти вверх-вниз по полотну. Но самое главное здесь не перетянуть и не наделать протяжек теми нитями, которые мы с вами прокладываем. То есть чтобы наша нить, которую мы ведем, сама не стала протяжкой и не стала мешать нашему полотну. Перехватываем, перехватываем, перехватываем. И по самой серединке можно делать так. Видите, вот наша протяжка уже захвачена, она уже не является длинной протяжкой, она уже в половину стала. И таким образом мы с вами можем убрать все протяжки. Прошли в одну сторону, разворачиваемся и идем в другую. Захватили основное полотно, захватили протяжку и таким образом мы лишаем возможности нашей протяжки мешать нам. Постарайтесь не протыкать полотно насквозь, иначе вы испортите себе рисунок. Вот таким вот образом мы с вами можем убирать достаточно большие массивы протяжек, которые не позволяют нам завязать на них косичку. Часть длинных протяжек можно связать предыдущим способом, заплетая их косой. Те, которые не позволяют так сделать, мы просто штопаем. Если вам этот способ понравился, если он был вам полезен, нажимайте нравится, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, не пропустить новые видео. Обязательно приходите на посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Ваша Наталья Некрасова.